Никого, ничего не боясь, Байден, не соромлядшись, втягивает Путина с широкомасштабкой в Украину, потому что не широкомасштабкой, их там нетные вторжения уже не катят. Он его как бы выпробовывая Путина, что ну будь же пацаном, ну шо ж ты, ты начал, теперь все спустил, теперь все на тебя будут золотым дождем и плеваться. Давай же, я ж тебя обогатил, Байден скажет Путину. Заставил американские компании газа сланцевого заткнуться, обогатил Путина, украинцам сократил вооружение по сравнению с теми же самыми талибами, которые он на 85 или сколько, 2 миллиарда баксов оставил. А украинцам крохи какие-то дают. И я понимаю, если бы Байден приглашал Путина принять широкомасштабной агрессии на Украину ныненьку нашу, взять участие с теми, которые его растращат в пух и прах. То есть ПВО у нас есть, есть у нас самолеты, все шо, Байрактары, Шмарактары, есть свои разработки. То есть у нас есть все, чтобы все его самолеты, все его ракеты, потому что сначала происходит неконтактная операция. Элиминировать все его нападение. Если бы это так было, то весьма резонно, что просто Байден задрачивает Путина. Ну давай, по-пацански, ну вводи туда, а мы тебе потом почти не угрожаем. Ну давай, раз уж начал понтоваться, то понтусы до конца. А так, поскольку силы весьма неравные с Украиной, значит он хочет замесить там кровавое месиво, так, Байден? Из-за чего? Что, блин, Путин имеет на него какой-то страшнейший компромат и все? Ну, то есть такой делириус, до такого дойти, то есть не вооружает Украину, не принимает в НАТО коллективную безопасность, блин. И расставляет все на международной арене конъюнктурально так, чтобы Путин взял и широкомасштабно вторгнулся в Украину. То есть, ну было, было, пробачьте, але еще такого еще не было в ней, в Украине, что она уже сама просится в НАТО, уже чуть ли не 50%, больше, чем в Польше в свое время. Потому что украинцы, даже отсталые ватники, упошлезонные, взразумели, что там бабло, там бабло, там можно заработать, бабло, у них же нету, они патриотизма в душе. Нет ничего, это отсталые совки, блин. Дети, блин, отсталых, этих, можно уладцев, даже не НКВДшников, а вообще, этих чмырей, которых поставили коммуняки, обворовывать свою великую СССРовскую коммуняки. То есть, они вот этими штампами только и думают, и соображают, а больше у них не хватает. Ну, извили, нет, это тупые люди. То есть, им сказано, прочитано в букваре или еще где-то там в школе, и они это все месяц и повторяют до сих пор, для них нету абсолютно ничего. Даже на что уже, кто Марк Солонин начинает девиативно, манипулятивно разговаривать о Степане Бандере, о УПА, о роли УПА, что чуть ли не теперь Степан Бандера, чуть ли не английский шпион, что его 12 раз отпускали, ловили поляки, других арестовали и пришлепнули у забора, застрелили, а Степан Бандера и отпускали 12 раз. Что-то тут не так, что УПА и УПА и украинско-полстанская армия и другие боролись не для цели какой-то, что Степан Бандера не оглашал в 41-м году независимость Украины, этого он не вспоминает. То есть, даже Марк Солонин и тот прибрехивает. То есть, что значит прибрехивает? Одно на одном утверждение настаивает, приводит все факты, все факты находит с пальца чуть ли не. А другие дела, Сагрынь, Береза-Картузка и тому подобное, умалчивает, то есть манипулирует. И он не какой-то там брехун, а люди, которые верят тому. Смотрите, это американское радио, против которого борется Гарри Табах. Он же тоже думал, что там все крутые. А его взяли, облапошили там чморей, шавок путиновских, кедми, шмедми, блин. Впускают, чтобы они сначала на Табахе Гарри заработали имидж, а потом засирают их путиновскими шапками. Вот и вся идеология. То есть шок. Надеяться только на шахмагонцега, на Бога, на Иисуса нашего, который есть, он есть именно батьком Украины. И снова все сводится, поскольку у нас эра христианская, культура христианская, цивилизация тоже христианская. Все сводится к очень простому. К желаниям тщетным. То есть к пружнощи, к пустоте мамону. Все все делают только ради бабла. Ради напхать это бабло в свой сраный мамон. Покуда человек, вот христианин тут, евангелисты там в Гданске, ходят, он такой понурый, он там с работы у него что-то там, то-сё. Говорит, слушай, чтобы переубедить католиков, братела, почитай, у тебя классно подвешен, талант актерский. Лиз до Титуса, до Тимофея, кажется, или филосоникицам, что бискупы должны иметь жен, чтобы давать своей пастве, давать своим верным костелу своего хороший пример. И он, ну да, да, надо, почитай, но я потом одену пиджак лучше, то-сё, прочитай. Как ему только предложили хорошую работу, отличную, я бы сказал, работу. Может, он на первых порах не супер деньги, но супер, работа вообще, позавидуют поляки даже. Всё, он забыл, какую-то чушь мне плетёт, что, типа, он не прочитает. Говорит, ты же христианин, ты же супер верующий, да, какую-то фигню придумает, что, что это шоу какое-то, да. Я же покажу католикам, они прочитают, они услышат это по-польски, у тебя хорошо польский подвешен, они тебе поверят больше, чем мне, какому-то украинцу. Вот, прочитая, что бискупы должны иметь жён, а он всё отморозился, вот так и всё, куда ни плюнь, везде мамон, бабло, бабло, мамон. Или кто по-восточнее, для того, обеспечить мамоном и баблом семейку свою, блин, такую же мамоновскую и баблявическую, которые понимают только бабло, мамон, славу, богатство и тому подобное. Вот мы та ихняя цель всех. И они все, и мы тоже. Мы не хотим войны. Но не хотим войны. Для чего? Для того, чтобы и дальше без войны быть коррупцией, быть продажными, быть марионетками греха и сатаняки. Так все так хотят. Чем мы отличаемся от других? Что мы, Украину, можем привнести в мир нового, духовного и лучший пример, чем только зажиточность, богатство, нахромождение мамона своего и тому подобное. Что еще? Чем больше этого чего-то еще будет больше, тем нас автоматически от всего, все шахмагонцы всемогущие, оградит. От каких-то путиных сраных, дьявольских, оккультистов, которыми Гитлер был и все, кому не лень в свои времена. А те до этих пор продолжают. Отдавал же в Старом Тестаменте своему народу избранному. Отдавал же этот избранный народ, бог, в пленение. Еще и ругал их. Отдавал. А что изменилось? Что, бог изменился? Нет. Бог такой же самый. Кому-то не нравятся эти вещи. Понимаю. Да. Типа это пафос какой-то. Ну извините, на чем свет и стоит, о том и говорю. И одни логика, факторные вещи, из-за которых Путин боится вводить свои гребаные террористические путиновские войска в Украину для оккупации. Это что? А может все-таки Байден, все-таки он предатель Путина, ашуст и обманщик. Может он все-таки вот зазывает Путина в Украину войти с широкомасштабкой ракетами, самолетами и тому подобное. А потом как пух, захлопнет, прихлопнет, блин, и все капец мне. Ну мне кажется, что у Путина все меньше и меньше таких отпорностей, все меньше к этому голосу он прослушивается. А все больше к тому, что все-таки поза Байденом есть здравые патриотические к миру, к патриотические, к западной нашей христианской цивилизации страны. Такие хотя бы как Англия, которую научила кое-чему Вторая мировая. И другие. Не скажу, что аж так Польша, потому что тут менталитет постсовковый еще тот. Ну может кто-то еще поза Англией. Хотя уже и этим можно Путина отстрашить со своей широкомасштабкой. Только это ломало отстрашивать. Нужно, чтобы он вообще нахрен забрал свои путиновские войска, нагроможденные у границ Украины. И мы быленько вступили в НАТО и начали бороться дальше против коррупции, против и тому подобного всего того Мотлаха, который вот так вот в Европе обитает. То есть чистить у себя коррупцию и воровство, и в Европе тоже. Двойная задача. Вступил в Европу не на циклах бегать, а наоборот полной грудью. Выдавливать эту гадость, которая накопилась и с Путиным, и со всей гадостью ватной тут в Европе. Значит, другой путь мы пойдем к Китаю. Ну в смысле пойдем на дипломатическом уровне, начнем стучаться. Дядя Китай, дядя Китай. Скажи Путину, чтобы как в Казахстане, чтобы он отвел войска от границы и не нападал на нас. А Китай скажет, а что, с тобой взамен. Бабы у вас красивые. Значит, надо штаб-квартиру сделать китайскую у вас в Украине и тому подобное. То есть, экономику отдать, шелковый путь сделать не просто тропинка с Китая, которая товар, шипровадзе до Европы, а стать частью Китая, культуру продать вашу христианскую и тому подобное. Вот что скажет Китай взамен. А это нам нахрен и не нужно. Поэтому вот на Байдена, надеется, нема смысла. К Китаю это враждебный культурный орган. То есть, все надежды еще дипломатически нужно воздействовать на тех, кто уничтожит коррупцию, воровство и предательство у нас внутри в Украине. И страны, которые нам помогут, страны НАТО, у которых осталось чувство достоинства перед нашей западной цивилизацией. Привет с опыта! Музыка. 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 Продолжение следует...